всем доброе утро с вами олег рожков 29 сентября всемирный день сердца и по этому поводу мы встретились врачом-кардиологом который расскажет что нужно делать и вообще как следить за собой чтобы наше сердечное здоровье оставалось в норме знакомьтесь юрий анатольевич гофши здравствуйте я врач кардиолог высшей категории кандидат медицинских наук я 20 лет проработал в кардиологическом отделении занимался лечением болезни а сейчас последние 10 лет я занимаюсь пропагандой здорового образа жизни в центре здоровья как не допустить инфарктов инсультов это основная задача потому что инфаркты инсульты очень плохо лечится их лучше не допускать ирина точно дать прям сразу справил вот что человек должен пить есть и что вообще делать чтобы его сердечное здоровье было в норме заболеваний сердце очень много но из где-то сотни заболеваний сердца кардиолог как правило 99 процентов случаев лечит одно заболевание это атеросклероз который приводит к инфарктов инсультом это системное заболевание которое поражает разные органы и неврологи лечит кардиологи лечит здесь огромное значение 90 процентов принадлежит поведенческим фактором риска как мы питаемся курим мы не курим злоупотребляем алкоголь не злоупотребляем как мы двигаемся поэтому мы должны следить вот здоровый образ жизни это не только когда вы там наркотики не употребляете не курить и так далее это прежде всего у вас давление должно быть ниже 130 на 80 135 на 85 это повод уже к идти к врачу все забывают что 140 на 90 это 50 процентов всех инфарктов инсультов никогда давление 180 когда нас чуть-чуть повышен 40 на 90 второе уровень холестерина нет норм холестерина в отличие от таких показателей как например показатели печени там айлт или рубин там есть нормы есть целевой холестерин то есть например холестерин 5 и 5 у молодой девушки может быть норма а холестерин у человека который принес инфаркт 5 и 5 это очень большой но ему надо там три с половиной и нужно брать в зависимости от возраста врач вам должен оценить ваш риск и сказать мне вот когда будет 70 лет мне надо будет пить препарат снижающий холестерин у меня холестерин должен быть ниже трех половиной это низкая плотность ниже 1 на 4 я 70 лет у меня сейчас холестерин 4 а дальше еще ниже чтобы не было инфарк и с возрастом все выше и выше в зависимости от того если у вас бляшки нет бляшки 3 вы не должны курить а это тяжелая зависимость то есть вам доктор должен назначить таблеточки которые помогают и должен вас провести углубленное консультирование если уж начнем но лучший способ лечить курильщиков это не начинать это не начинать физическая активность 7000 шагов ну там десять тысяч везде все знают фруктов овощей надо есть много то есть вот а каких во время фрукты и овощи основная роль фруктов овощи это не витамины все думают что фрукты овощи витамины или какие-то питательства нет фрукты овощи это источник клетчатки источник флавоноидов красителей они должны быть по-разному окрашены и вот красители увеличит в клетке количество есть такие органеллы пероксисомы и организм становится организм транжира то есть лишнюю жир сливочное масло у нас в клетке сгорает и 2 фруктов овощи источник клетчатки которые питаются наши микробиоты есть вы едите мясо у вас одна микробиота а если едите клетчатку она другая и тогда она сжигает опять же это лишнее сливочное масло примитивную жирную кислоту то есть вот как раз сливочное масло это яд да то есть никто не понимает на самом деле мы должны ограничить насыщенные жиры это жирное молоко сливочное масло жирная говядина вот от этого возникает вот этот мусор эти бляшки которые мы как раз когда она трескается эта бляшка возникает инфаркт ужасно ужасно да и самое главное что вот это все мы не чувствуем это все идет в тени а когда это все происходит из 100 человек только 10 человек поступает сосудистый центр остальные 90 человек умирает как или получают инвалидность не успех ничего сказать то есть это все развивается поэтому мы должны везде где вы встречаетесь с врачом при диспенсеризации при профилактических осмотрах мы должны считать этот риск и пусть он рассчитывается на 10 лет вперед и если риск на 5 человек из 100 умрут это уже считается очень высокий риск но вы же не будете воевать где-нибудь в сирии если 100 человек 5 человек умрут а здесь на спокойно курите ходите с высоким давлением и не беспокойтесь у вас холестерин там 7-8 вот и может быть вас и пронесет а может быть как турчинский там умереть внезапно да в течение получаса часа здесь как правило когда начинается вот эта бляшка лопается она потом заживает а если она лопается и паре нервничали или какой-нибудь ковид или грипп и у вас возникает работ и вот это лечится очень плохо по факту времени играет роль то есть очень быстро возникает нарушение кровотока не успевает ли даже скорую вызвать поэтому никогда не научимся это лечить на эту профилактирую вот он говорит что профилактика должна быть да вот сколько раз в год в месяц и так далее таком молодом человек как я например нужно да хотя бы раз в год раз в два года вы должны проходить основная задача посмотреть холестерин сахар окружность стали уровень давления вот от этого мы умираем это такая же эпидемия ну как эпидемия к вид это не эпидемия от к вида меньше умирают раз в десять чем от инфарктов инсультов конечно то есть дело в том что ковид такое заболевание которое как раз впервые соединила риск инфекционных заболеваний риск не инфекционных них общий фактор риска если человек низкий холестерин низкое давление достаточное количество витамина d правильно питаются двигаются вероятность заболеть тяжело перенести к вид уменьшается в разы или даже вот у меня больные которые страдают и бы сахар диабетом они пьют метформин статины или легко переносят к виду потому что у них низкий холестерин то есть здесь вот как раз я не буду вдаваться этот сложный патогенез то есть это впервые за всю историю человечества вот этот вирус он соединил инфекционные и неинфекционные заболевания у нас инфаркт инсульта увеличились в десятки раз три именно из-за этих вот как раз таки показатели да ну там не только эти показатели просто сам вирус он присоединился к такому рецептору который участвует в регуляции системы кровообращения ангиотезин превращает фермент второго типа когда у человека например низкий витамин d или повышенное давление или много мусора в виде сахар диабет крестилина активируется эта система то есть много этих ворот для вируса и вторая причина там вирус когда в клетку входит он начинает размножаться возникает усиливается количество мусора в клетке и возникает это кино с шторм хронического воспаления которое возникает три атеросклерозе собрали то она резко усиливается и макрофаги начинают переактивироваться возникает цитакин и вот этот активация цитакином его сейчас не шторм называют ась синдром активации цитакина то есть риск тяжелого течения каида резко уменьшается если вы ведете здоровый образ жизни в медицинском понимании не просто вы там бегаете марафон а вы еще следить за своим холестерином, за своим сахаром, за своим давлением, вы не курите, вы правильно двигаетесь. Что исключить вообще из своего рациона или уменьшить хотя бы до чего-то, до какого-то количества, чтобы вот не превышались эти показатели? Основное это концепция рационального питания, то есть если у вас как бы холестерин 3,5 и у вас талия меньше 95 сантиметров у мужчин, меньше 80 у женщин, то возможно вы питаетесь правильно за исключением одного, у вас может быть дефицит веса, не хватать каких-то белков, витаминов, то есть дефицитное питание, а вот избыточное питание как раз дает атеросклероз, как правило с малого возраста, уже с 9 лет надо ограничить по таким продуктам, как сливочное масло, жирное молоко и жирное мясо, красное. Причем козье молоко, я слышал, вы говорили, да? Козье и коровье. Даже коровье? Нет, коровье, да, это классический, так сказать, проект Северной Карелии, когда финны развели коров после войны, вот, и начал умирать в 30-40 лет от сахарного диабета, потом это они все перестроили питание в течение 10 лет и никто такого не добился. В возрасте 30-40 лет смертно снизился на 90 процентов. Ты что, молоко нельзя теперь пить? Молоко надо пить, это обязательный продукт, как источник кальция, белка, но оно должно быть обезжирено, вот здесь написано low fat, да, то есть низкой жирности по-английски. Ну это сколько там, полтора процента? Полтора-два с половиной процента, уже больше двух с половиной процентов надо ограничить, но опять, это все зависит от того, как вы двигаетесь, если вы там выпиваете стакан натурального молока, но вы там по 10 километров бегать, может быть вам не вредно. А если спортзал? Ну, смотрите, вот для тех людей, которые занимаются в спортзалах, которые качаются и так далее, для них как раз это очень актуально, то есть они могут быть для того, чтобы мышцы накачать, надо вот как в Турчинске, 100 яиц в день, да, ну 100 яиц тоже вот как в день, это холестерин многовато, то есть яйца не вредно, вот мы сейчас даже при ишемической болезни 3-5 яиц в неделю позволяют, то есть играет роль не сколько холестерин, хотя иногда пищевой холестерин играет, мы его сейчас ограничиваем, но не полностью, а играет роль насыщенной жиры, но второй момент, который в питании с возрастом, когда мы начинаем толстеть и начинаем толстеть за счет углеводов и у нас в организме уменьшается количество, есть такое промежуточное биохимическое вещество дегидроэпиандостерон, из которого наши эстрогены, андрогены, то есть мы уже не нужны эволюции и тогда у нас сливочное масло начинает образовываться из картошки, из макарон, и мы начинаем, решаем, что сахарный диабет это от сладкого, это сахарный диабет не от сладкого, сладкий, сладкий, сахарный диабет от талии, да, то есть вы можете гречки наесть, но гречки стоп не съешь, а вот если вы едите с картошки, у вас из нее сливочное масло образуется и оно не приходит в подсолнечное, но я образно говорю, чтобы не вдаваться в биохим Биохимия, спальмитиновая жирная кислота в норме должна преобразоваться в олеиновую. Олеиновая легко сжигается в организме. И когда этот обмен нарушается с возрастом, то тогда начинает ученый спорить, что же все-таки вредно сливочное масло или избыток углеводов. И вот последний след, что все-таки избыток углеводов вреднее. Но если ты знаешь биохимию, ты понимаешь, что то и другое вредно. То есть молодым людям вредно сливочное масло однозначно в большом количестве. Там жирное молоко, красное мясо и так далее. Если у вас холестерин, подскакивает на этом. А вот уже с возраста начинает вредно любой избыток калорий, который превращается в вот эту пальмитину в жирную кислоту. И обязательно надо, чтобы рыба раз в неделю была особая, жирная, в холодных морей. Скубрия, селедка, сардина, она должна быть поймана в Балтике или Камчатке, то есть выше Японии. То есть сама рыба омега-3 не производит. Ремяное масло это не омега-3. Это не имеет отношения. Должно быть и козапентоеновая, и козагексоеновая жирной кислоты, которая содержится в фитопланктоне. Желаю всем здоровья и не просто здорового образа жизни, а вот правильного понимания в медицинском понимании здорового образа жизни. Только не просто не пить, не курить, но и посмотреть свой холестерин, правильно померить свое давление, определиться с врачом в целях и вести здоровый образ жизни с медицинским пониманием. Тогда вы тоже можете умереть, перенервничать и так далее, но вероятность этого меньше. Поэтому в 21 веке мы должны лечить не когда болит, врачи, а лечить когда не болит. То есть вероятности. Это отличается от 20 века. В 20 веке, в 19 веке мы лечили болезни, болит. Или провожали на тот свет. А сейчас мы должны лечить вероятность, управлять вероятностью. Да, это очень такая тонкая грань. Да, то есть лечиться надо когда здоров. Когда ходишь рядом с пропастью, не знаешь, что хочешь, ты должен от нее отходить. При всем при том, что мы живем в таком постоянной суете, зачем нам это все нужно, там покурил, даже побежал и так далее. Но надо знать, что завтра может не наступить. Да, мне даже добавить больше нечего. Сегодня вы действительно узнали очень много о том, как нужно питаться, как питаться не нужно, и что нужно вообще делать для того, чтобы ваше сердечное здоровье было в норме. Ну а с вами был Олег Рожков. Всего доброго. Продолжение следует...